Мы собираемся квантово соединиться с Яхви, потому что именно он приводит нас к нашей безграничности. Люди всегда спрашивают, как мы можем достичь такой силы? Как мы можем начать действовать в порядке Мелхиседека? Как мы можем активировать священство Иешуа и совершать все те дела, которые совершал, и даже больше? Есть только один ответ. Это радикальная, радикальнейшая близость с ним. Благодаря этой радикальной близости, все остальное становится возможным. Это не значит, что вы должны творить чудеса и знамения. На самом деле это было второстепенным даже для Иешуа. Все говорят, ну, если кто-то творит чудеса и знамения, значит он от Бога. Я не знаю, как вам это объяснить. Дьявол творит чудеса и знамения. Господь сказал своим ученикам, если вы не можете поверить мне по моей природе, по моему имени, пожалуйста, поверьте хотя бы в мои чудеса и знамения. Понимаете, это не его главное желание. Его главное желание, чтобы мы стали едины с ним. Есть много способов усилить нашу радикальную близость. Многие из вас уже это делают. Вы поднимаетесь и опускаетесь, поднимаетесь и опускаетесь. Вы видите великие, потрясающие, чудесные, великолепные вещи и получаете опыт в небесных мирах. Но я хочу сказать вам, что это только первый шаг. Подниматься и опускаться — это все еще работа или действие. Чем больше вы поднимаетесь и опускаетесь в небесные миры, тем больше это внезапно становится вашей вечной природой. Когда это станет твоей вечной природой и перестанет быть занятием, тогда ты сможешь жить там, наверху, и ходить сюда, вниз. Это называется природой Вознесения. В нашем голосе столько силы. Наша чистота обладает такой мощью, что может в буквальном смысле обойти весь земной шар. В океане я люблю морских обитателей. У меня есть так много историй о морских существах. В океане плавает огромный кит, который издает звук, и этот звук может буквально распространяться под водой на 3000 мили. Вот как это происходит. Это будет примерно на сколько километров? Более трех, более трех тысяч. Так что проблема в том, что звук — это то, что они на самом деле используют, чтобы пригласить свою пару. И их пара может проплыть на расстояние до 3000 миль, чтобы встретить источник глубокого зова. Их частота в 120 раз больше, чем у двигателя реактивного самолета. Вот насколько это громко. Но еще в океане есть такая маленькая штучка, которая называется креветка-щелкунчик. И креветка-щелкун щелкает клешнями, и от этого щелка не появляется световой пузырь, который соединяется со звуком. И из-за того, что свет в воде соединяется со звуком, он может буквально трижды обернуться вокруг всей Земли. Вот такая маленькая крошечная рыбка-щелкун. Я вижу целую комнату, полную рыбок-щелкунов. Буквально ваш голос и ваша частота могут трижды обернуться вокруг Земли. Когда я говорю это, у меня есть свидетельство, подтверждающее, что это правда. И я поделюсь с некоторыми из них на следующих двух сеансах. Итак, мы должны избавиться от всех наших человеческих ограничений. Я думаю, что сегодня мы только начинаем закладывать фундамент для того, чтобы вы могли выйти за пределы своих возможностей. Потому что вы действительно безграничны. Если бы мы только изменили свое мышление, чтобы поверить, и даже больше, чем просто поверить. Дело не в том, насколько сильно мы верим, и не в том, насколько сильна наша вера. Дело в том, насколько мало у нас сомнений. Вот почему в Писании сказано, «Просите у Иисуса во имя Его, и если вы верите, то получите». Далее там говорится, «Тот, кто сомневается в своем сердце, не думает, что когда-нибудь получит что-то от меня». Сейчас мы все сказали бы, что у нас нет никаких сомнений. Но если у нас есть какой-то страх, это уже сомнение. Я обнаружил, что в теле Христовом мы никогда не хотим признаваться в том, что у нас есть на самом деле глубоко внутри. Но если мы боимся будущего, бедствий, смерти, болезней, одиночества, темноты, то… Страх – это сомнение. Потому что ты говоришь, «Я не верю, что Бог может защитить меня от всего». И еще одна вещь, о которой мы часто думаем, и я хочу закончить на этом. Мы все хотим сказать, что не держим зла на кого-то и не таим обиду. И мы искренне можем прийти к Господу и попросить у Него прощения за кого-то. Но если мы помним в своем сознании то, что люди сделали нам, мы не простили их с Божьим прощением. Потому что Он говорит, что когда мы исповедуемся Ему, Он смывает наши грехи, как будто их никогда и не было. И как далеко восток от запада, так далеко Он отбрасывает наши грехи. Это значит, что Он даже не помнит наши грехи. Я разговаривала с этой женщиной. Она пришла за освобождением, плачет и рыдает. Все отвернулись от нее. Никто не принимает ее. И ее пастор не принял ее пророческое слово, которое она ему сказала. В общем, у нее были плохие отношения с мужем. Она пришла за освобождением и говорит, «Я просто молюсь и молюсь, и молюсь, и молюсь. И мне кажется, что мои молитвы просто отскакивают от потолка, и Бог даже не слышит их». Я сказала, «Ну, наверное, не слышит». Она спросила, «Что ты имеешь в виду?» Бог слышит все молитвы. Я ответила, «Нет, в Слове об этом не говорится». На самом деле в Слове говорится, «Если ты держишь в сердце злобу на кого-то, ты будешь предан мучениям». В Библии также говорится, что если ты не можешь простить каждого человека от всего сердца, то и я не могу простить тебя. Ого! Это серьезное заявление. Почему, как ты думаешь, он говорит, что если ты держишь обиду на кого-то, оставь твою жертву на мой алтарь, разберись с этим человеком, а потом возвращайся и расскажи мне об этом, потому что тогда у тебя будет возможность все исправить. Эта женщина говорит, «Я ни на кого не держу зла». Я сказала, «Правда? Вы простили всех в своей жизни?» «Да, мэм, конечно». Я сказала, «Значит, если ваш бывший муж сейчас войдет в эту комнату, чтобы помолиться с нами о вашем освобождении, у вас не будет комка в горле». Она ответила, «Ты не знаешь, что он сделал со мной, этот мерзавец». От избытка сердца говорят уста.